здравствуйте сегодня на лекции аудирования мы с вами попробуем узнать о чем думается беседник также мы сегодня ответим на задание по ключевым словам будем искать правильный ответ на лекции мы будем находить главный смысл текста и отвечать на вопросы к тексту 22번 여기는 공원 안에 호수가 있네요? 네, 그래서 저녁에 산책하러 오는 사람들이 많아요 그럼 산책하고 싶을 때 놀러 와요 давайте для начала переведем на русский язык 여기는 공원 안에 호수가 있네요 внутри парка есть озеро 네, да, 그래서, поэтому 저녁에 산책하러 오는 사람들이 많아요 получается у нас поэтому вечером много людей, приходящих на прогулку 공원에 있는 길을 따라서 걸으면, если пойти по дороге в парке пешком, 운동도 되겠는데요 то это получится как занятие спортом 우리 집 근처에도 이런 곳이 있으면 좋겠어요 Итак, предложение закончилось на тюкке 있어요 это означает, что было бы хорошо, что 우리 집 근처에도, если бы возле моего дома 이런 곳이 있으면 было бы такое же место 그럼 тогда 산책하고 싶을 때 놀러 와요 тогда приходите к нам сюда, когда хотите погулять либо тогда, когда хотите погулять, приходите сюда Итак, лексика сегодняшнего диалога хусу – озеро санчекада – гулять, прогуливаться нолёуда – приходить в гости как приглашение нолёсея кутта – ходить или идти пешком ундон – занятие спортом можно также перевести как физическая нагрузка чтобы ответить на задание правильно давайте сначала выделим ключевые слова в диалоге Итак, ключевые слова 공원 안에 хусу – внутри парка – озеро кираютара – ундон если пойти по дороге, то это будет как спорт занятие спорта было бы хорошо, если было бы такое же место Итак, давайте теперь посмотрим на задание нужно выбрать один из предложенных вариантов который подходит по смыслу с текстом номер один 공는 곳은 좋은 운동이 됩니다 ходьба пешком – это хорошее занятие спортом или это хорошая физическая нагрузка номер два 산책은 저녁에 하는 곳이 좋습니다 гулять лучше вечером номер три 공원 안에 хус수를 만들어야 합니다 внутри парка нужно сделать озеро номер четыре 집 근처에 공원이 생기면 좋겠습니다 было бы хорошо, если бы возле дома был парк так как мы уже с вами знаем ключевые слова нам очень легко определить правильный ответ 정답 это номер четыре 집 근처에 공원이 생기면 좋겠습니다 23번 오늘 영화 정말 재미있었지요? 네 근데 너무 앞자리라서 목이 좀 아팠어요 영화관도 불편한 자리는 값을 좀 깎아줘야 되는 거 아니에요? 맞아요 앞자리나 뒷자리는 영화 볼 때 좀 불편하죠 사실 연극이나 뮤지컬은 자리마다 값이 좀 다르잖아요 불편한 자리는 값을 좀 깎아줘야 되는 거 아니에요? 불편한 자리 это неудобные места 값을 좀 깎아줘야 должно быть со скидкой то есть цена должна быть ниже как та как бы делать цену ниже получается у нас вопрос в кинотеатре не должны ли со скидкой продавать на неудобные места? 맞아요 точно 앞자리나 뒷자리는 영화 볼 때 좀 불편하죠 получается 불편하다 при просмотре фильма неудобные какие места? 앞자리 передний либо 뒷자리 последние ряды при просмотре фильма передние последние ряды неудобные 사실 на самом деле 연극이나 뮤지컬은 на спектакль или мюзикл 차리마다 값이 좀 다르잖아요 цены разные в зависимости от места давайте посмотрим на лексику аптари передние места либо можно перевести как передний ряд ты цари последний ряд либо места на последнем ряду для того чтобы ответить на вопросы нужно выделить ключевые слова в диалоге и так ключевые слова ному аптари так как передний ряд мок аппайо болит шея пульпенан цари кап как качоя должны делать скидку на неудобные места следующие ключевые слова это 연극 мюзикаль спектакль мюзикл царимада на каждое место кап дары잖아요 разные цены и так нам даны четыре варианта ответов из которых нужно выбрать который подходит по смыслу к тексту номер один пульпенан царины 가격을 саге합니다 на неудобные места цены должны быть дешевле номер два еонгкек то 영화 чарон капсистамен шутккесым니다 на спектакль так же как на кино было бы хорошо если бы цены были дешевыми номер трид нойм нойм аптарии со помен то чеми сымнита так как передние места то кино еще интереснее номер четырь нойм нойм н ان модэн сарелел все места в кинотеатре должны быть удобными По ключевым словам, мы уже знаем, что собеседники недовольны тем, что на неудобные места одинаковая цена. 정답. То есть правильный ответ получается номер один. 불편한 차례는 가격을 사게 해야 합니다. 24번 민수 씨, 왜 이쪽 길로 가세요? 저쪽 길이 더 빠른데. 오늘 마라톤 대회가 있어서 저 길로는 못 가요. 지금 시간에 마라톤을 해요? 평일 아침이라 차도 많은데, 길이 많이 막히겠네요. 길이 좀 복잡하기는 하겠지만, 어쩔 수 없죠. Давайте перебить на русский язык. 민수 씨, 민수, 왜 이쪽 길로 가세요? Почему вы идете в эту сторону? 저쪽 길이 더 빠른데. потом дорог이 быстрее. 오늘 마라톤 대회가 있어서, так как сегодня проходит 마라톤, 저 길로 가요. по той дороге нельзя пройти. 지금 시간에 마라톤을 해요? 마라톤 проходит в это время? 평일 아침이라, так как утро будничного дня, 차도 많은데, и машин много, 길이 많이 막히겠네요, и пробки. 길이 좀 복잡하기는 하겠지만, 어쩔 수 없죠. получается дорога хоть и с пробками, утюльсу опчо, деваться некуда. Итак, лексика этого диалога утюльсу опта, ничего не поделать, некуда деваться. ця баккида, означает, что много машин не могут проехать, либо мы можем перевести одним словом пробки. Теперь давайте ответим на задание. Для этого сначала давайте найдем ключевые слова в диалоге. Итак, ключевые слова будут по той дороге нельзя пройти. Дорога хоть и с пробками, утюльсу опчо, деваться некуда. Итак, нам даны четыре варианта ответов. Давайте их вместе переведем на русский язык. номер один. Маратон 대회를 일찍 끝나야 합니다. Марафон должен закончиться рано. номер два. Маратон을 하면 길이 막혀서 실습니다. Не нравится то, что из-за 마라фона пробки. номер три. Маратон은 아침 시간에 하는 것이 좋습니다. Марафон лучше проводить утром. Маратон 때문에 길이 좀 막혀도 참아야 합니다. Да, хоть из-за марафона пробки нужно владеть собой. Итак, по ключевым словам мы помним, что некуда деваться хоть из-за марафона пробки. 정답. Поэтому правильный ответ номер четыре. Давайте вместе переведем текст на русский язык. 저는 아이들에게 가방을 만들어줍니다. Я делаю и даю сумки детям. 다른 사람에게 도 для других людей 자주 가방을 만들어서 я делаю сумки и 성무람 니다. И дарю. Получается также я делаю и дарю сумки другим людям. 가방 만들기는 делать сумки 어렵지만 сложно но 재밌습니다. Интересно. давайте посмотрим на ключевые слова. Так как текст очень короткий нужно приглядеться ко всем словам но можно выделить. Итак я я делаю детям сумки я другим людям или людям дарю сумки 어렵지만 то есть делать сумки трудно 재밌습니다 но интересно. Теперь давайте ответим на задание. Нам нужно выбрать из четырех вариантов тот который подходит по смыслу к тексту. Номер один 저는 가방 만들기가 어렵습니다 мне трудно делать сумки. Номер два 저는 가방 만들기를 좋아합니다 мне нравится делать сумки. Номер три 저는 다른 사람 과 가방 을 만듭니다 я с другими людьми делаю сумки. Номер четыре 저는 아이들 에게 가방 을 선물 합니다 я дарю сумки детям. Итак по нашим ключевым словам мы знаем что этот человек делает сумки дает детям также дает подарки другим людям и делать сумки для этого человека сложно но интересно то есть этому человеку нравится делать сумки 정답 получается правильный ответ номер два 저는 가방 만들기를 좋아 합니다 давайте переведем текст на русский язык 친구들 다리 아파 так у друга или подруга заболела нога 수업 못 왔 습니다 он или она не смог или не смог прийти на занятие 저는 저는 오후 я после обеда 친구 에게 другу 숙제를 말해줄 겁니다 расскажу о домашнем задании 내일 завтра 친구 집에 가서 зайду к другу домой и 함께 학교 가려고 합니다 и собираюсь пойти вместе в школу то есть получается завтра собираюсь зайти к другу или подруге и пойти вместе в школу давайте выделим ключевые слова итак ключевые слова будут 친구 다리가 아파 у друга или у подруги болит нога и я сукчеры марэ чульком ни да я расскажу о домашнем задании 내일 завтра 함께 학교 и карего 합니다 собираюсь пойти вместе в школу теперь давайте посмотрим на 4 варианта ответов нам нужно выбрать по смыслу ответ который подходит к тексту номер один я помогу другу или подруге я хочу жить вместе с другом или подругой я буду делать домашнее задание у друга или у подруги дома я обычно хожу в школу вместе с другом или подругой итак мы знаем из ключевых слов что этот человек будет говорить другу или подруге и о домашнем задании и вместе собирается в школу то есть другими словами этот человек хочет помочь другу мы нашли с вами верный ответ это номер один давайте вместе переведем на русский язык 형 형 мой старший брат с детства 조용 하고 тихий 말 обсуждается и неразговорчивый получается мой старший брат с детства был тихий и неразговорчивый и ему нравилось получается и ему нравилось быть одному он сейчас интересное что-то рассказывает и встречается с людьми если мы переведем то получается одним предложением как но сейчас он и шутит и часто встречается с людьми прежде чем перейдем к заданию давайте посмотрим на лексику было такое выражение мариопта мариопта можно перевести как молчаливый или неразговорчивый и следующее выражение теми нэн маль теми нэн интересный маль это может быть как разговор или вы что-то сказали и это было интересно мы это переводим как шутку теми нэн маль шутить теперь давайте посмотрим на задание прежде чем выбрать правильный ответ давайте сначала выделим ключевые слова итак мой старший брат когда был маленьким или с детства он был тихий и неразговорчивый и встречается с людьми то есть был очень тихий неразговорчивый старший брат но сейчас он и встречается с людьми ему это нравится и шутит теперь когда мы знаем ключевые слова давайте выберем правильный ответ для этого давайте переведем их на русский язык неразговорчивый и чёна неразговорчивый вэйгукин до киёк этим номером иностранцы тоже киёк хутер иностранцы которые хотят сделать гостиничную иностранных языках получить информацию о туризме неразговорчивый теперь давайте посмотрим на четыре варианта ответов номер один падыльсуэсэмнида можно получить и так же если мы говорим про телефон то можно поднять трубку номер два еякхальсуэсэмнида можно забронировать номер три пилильсуэсэмнида можно занять номер четыре еякхальсуэсэмнида можно пользоваться итак этим номером иностранцы тоже могут пользоваться правильный ответ номер четыре чтобы ответить на это задание а именно выбрать из предложенных ответов правильный который подходит по смыслу к тексту давайте сначала выделим ключевые слова в тексте номер телефона 120 очень удобный почему он удобный 외국인도 иностранцы могут пользоваться гостиничную бронь забронировать места на поезд или вызвать такси информация о туризме на разных языках циммунэсиган 24 часа пацимнида работает итак о чем говорится в тексте чтобы ответить на этот вопрос давайте посмотрим на четыре предложенных варианта так как мы знаем ключевые слова я думаю что мы легко найдем ответ номер один время пользованием номера телефона 120 номер два метод бронирования такси и поездов номер три услуги предоставляемые по номеру 120 хорошие туристические места в Корее мы знаем по ключевым словам что в этом тексте объяснялось что можно сделать по номеру 120 какую услугу или какой вопрос там задать получается что правильный ответ номер три услуги предоставляемые по номеру 120 итак давайте переведем на русский язык 재미있는 그림 책 интересная книга с картинками и также идет подпись ким юн ми ким юн ми и дальше идет имейл 아이들이 좋아하는 그림 책 입니다 эта книга с картинками нравится детям ученики ученики младших классов могут ее читать так как читали всего один раз она чистая цена педаль бьенг включая доставку 15000 вон тем кому интересно свяжитесь пожалуйста по имейлу давайте для начала посмотрим на грамматику и лексику итак нам встретилась такая грамматика как ханбон пакке 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 означает как всего всего-то получается если мы скажем тубон пакке то всего два раза я всего-то читала эту книгу два раза означает что мало следующая лексика будет педаль доставка куаншим и та есть интерес или заинтересованный куаншим опта нет интереса пахом включать или включая что-то так как текст короткий давайте в этот раз попробуем выбрать ключевые слова на русском языке итак текст идет о чем о книге с картинками которую могут читать ученики младших классов также эта книга чистая ее читали один раз и цена 15 тысяч вон включает доставку теперь давайте посмотрим на задание итак ким юнми для чего написала такое объявление нам дано четыре вариантов ответа номер один так как она хочет продать книгу с картинками номер два так как она хочет поменять книгу с картинками номер три так она хочет ознакомить с книгой с картинками номер четыре так она хочет спросить о книге с картинками мы знаем с вами что ким юнми выставила это объявление чтобы продать поэтому правильный ответ номер один в этом задании нам нужно выбрать из четырех данных вариантов правильный ответ который по смыслу относится к тексту номер один эта книга с картинками новая мы все знаем что она не новая она как новая ее читали один раз номер два хоть и читали несколько раз то книга чистая но мы знаем по тексту что книгу читали один раз а не несколько раз номер три это книга для детей дошкольного возраста мы с вами знаем что это книга для детей которые уже пошли в школу номер четыре цену книги входит цена доставки и у нас было по тексту что цена книги 15 тысяч вон включая доставку поэтому правильный ответ номер четыре сегодня на лекции аудирования мы с вами научились отвечать на вопрос о чем думает собеседник а именно из диалога понять мысли собеседника предположение о чем может думать собеседник в будущем может помочь правильному направлению диалога с людьми на корейском языке сегодня на лекции чтения мы научились находить главный смысл текста а именно как можно выразить текст одним предложением также мы еще немного попрактиковались в ответах на вопросы заданные к тексту помните при переводе на русский язык некоторые слова не могут быть переведены дословно такие слова например как марио пта тямины маль перевод таких выражений лучше всего выучить наизусть спасибо и всего хорошего наизусть 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 Продолжение следует...